Достижение года 2023. Самые громкие концертные номера. Авторская выставка дизайнерских платков от студентов Казанского университета. Есть ли легкий способ сделать молодой бренд популярным? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. 27 марта в Институте дизайна и пространственных искусств стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Всего было 5 участников, трое из которых студенты среднепрофессионального образования КФУ по специальности дизайн и два студента из Казанского техникума народных и художественных промыслов. На протяжении трех дней конкурсантам предстоит разрабатывать дизайн интерьера для заказчика. Каждый день разделен по задачам в формате работы над реальным проектом. Снятие мерок с помещения, создание его 3D-модели, разработка рабочих чертежей, сбор общих сведений в цельную презентацию и главный этап – защита проекта в целом, которая состоится уже в эту пятницу 29 марта. По факту это альтернатива WorldSkills, которая у нас в России проходила. У нас, собственно, многие из наших участников и волонтеры, и эксперты. И, собственно, я в свое время был экспертом WorldSkills. И сегодня мы уже проводим свой чемпионат, такого российского уровня. И нашему институту предоставилась возможность стать организатором этого чемпионата. И мы надеемся, что мы как бы удачно его проведем. И в будущем это станет такой постоянной площадкой. Сегодня, как эксперт, я проводил интервью с ребятами. Они задавали мне вопросы, я рассказал им легенду, по которой они делали дизайн-проект. И также занимаюсь оцениванием результатов их работы. То есть здесь они должны показать не только свои умения, навыки и знания программ. Здесь у них включается полностью весь спектр, их колористика, знание объема, знание масштаба. То есть все те основные ключевые элементы, которые использует дизайнер при создании своего дизайн-проекта. Основная задача эксперта-наставника – это сопровождать и поддерживать своего конкурсанта, следить за его психологическим состоянием, консультировать по заданиям, следить, возникают ли у него какие-то сложности своевременно, помогать совместно с другими наставниками, конечно же, оценивать работы и, в общем-то, следить за порядком на площадке. Они, безусловно, волнуются. С утра уже был виден некий тремор в руках, но как раз-таки наша задача была обсудить все вопросы, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся тренинг для студентов по развитию предпринимательских компетенций – тренд-вотчинг – игра для предпринимателей. Тренинги проводятся в рамках федерального проекта платформа университетского технологического предпринимательства. Она предполагает различные активности для студентов по их вовлечению в предпринимательскую и проектную деятельность и реализацию их идей и разработок. Завершатся они 1 апреля. Для их проведения в Институтах формируются две группы по шесть команд в каждый. Сначала эксперт-тренер погружает слушателей в теоретическую часть. Далее участники команды делятся идеями, одна из которых воплощается в проект. Последний этап игры – презентация будущих стартапов, которые, доработав, можно подать на конкурс. По итогам предыдущих конкурсов Казанский федеральный университет – лидер в числе победителей, а их 114. Каждый получает по одному миллиону рублей. 28 марта тренинги вновь пройдут на площадке Елабужского института. 29 марта – в набережной Челнинском институте. 1 апреля – в Институте управления экономики и финансов. Желающим принять участие необходимо обратиться в Управление инновационного развития по адресу улица Пушкина, 27, или позвонить по телефону 8 843 292 52 54. 26 марта в Казани состоялась церемония награждения премии достижения года 2023. На сцене встретились лучшие участники из 18 номинаций. Обо всем подробнее узнаете в следующем сюжете. Премия вручается с 2016 года и направлена на поддержку развития студенческого самоуправления и повышения активности студентов. Ее организатором является региональная молодежно-общественная организация Лига студентов Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Самые популярные номинации минувшего года «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Гран-при» и «Общественник года». Премия стала важным событием не только для участников, но и для всего студенческого сообщества, подчеркивая важность признания и поощрение успешных и талантливых людей. Премия была проведена в четыре этапа. Первый – заявочная кампания, в рамках которой учащиеся и коллективы направляли заявку на участие в премии. Вторым стал заочный этап – просмотрение и оценка заявок экспертной комиссии. Третий – очный, где проводились конкурсные испытания участников по отдельным номинациям в присутствии экспертного совета. И четвертый – как раз торжественная церемония. Главным событием вечера на ней стало вручение «Гран-при». Эта престижная награда досталась Данису Хаджаеву, студенту Института морского и речного флота имени Девятаева. Эта премия дала очень многое мне, очень многое нашим ребятам, нашему институту. Я буду продолжать развиваться в этом деле. Я буду становиться хорошим специалистом речного и морского флота, а также буду поддерживать связи с образованием, чтобы также обучать будущих специалистов, будущих профессионалов нашего института. Спасибо большое вам, друзья, за вашу поддержку, за вашу веру. Без берге, без булдерабес. Спасибо. Премия «Достижение года 2023» не только ежегодно поддерживает творческую и социальную активность студентов, но и является стимулом для тех, кто только в начале своего пути. Ксения Бронска, Елизавета Годезянова, Универ Новости. Авторская выставка дизайнерских платков – это не только уникальное событие, объединяющее творчество различных дизайнеров в одном месте, но и возможность увидеть и оценить разнообразие стилей и идей, воплощенных в шелковом полотне. В Институте дизайна и пространственных искусств сейчас как раз можно увидеть то, над чем упорно работали студенты первого курса с направления фэшн-дизайна. Уже наступила настоящая весна. Люди снимают свою теплую одежду. Снег тает, птицы прилетают, а цветы распускаются. Это и многое другое стало вдохновением для создания выставки авторских работ. Сейчас покажем и расскажем. Платок – это не просто аксессуар, это произведение искусства, способное изменить образ человека и выразить его уникальность. Поэтому каждый дизайн на выставке имеет свою историю, смысл и послание. В этом семестре студенты Института дизайна и пространственных искусств практиковались в оформлении текстиля, в технике холодного батика. В них можно увидеть как классические орнаменты и узоры, так и современные эксперименты с формой и цветом. Мой проект называется «Тюльпановый вальс». При его создании я вдохновилась стилем, авангардным стилем. И, в принципе, цветением весны вот эти все цвета передают настроение весеннее. Это достаточно быстро рисуется, несмотря на то, что это не так просто. Но в целом я сделала это за два вечера, наверное. Ну, как и остальные ребята. Кто-то быстрее. Для студентов первого курса выставка авторских работ была практикой для выхода на крупные дизайн-проекты. Юные создатели изготовили не только индивидуальный платок, но и фирменный знак и упаковку, что в дальнейшем во многом облегчит работу с заказчиками. Такие выставки также становятся местом встречи для творческих личностей, ценителей моды и искусства. А преподаватели, в свою очередь, выявляют особенности почерка каждого из студентов. В каждом семестре у нас по два проекта. Ну, между ними сроки, да, это примерно два месяца. То есть, в принципе, за полтора-два месяца они выходят, они, конечно же, изучают, они же не сразу начинают изготавливать что-то. То есть они изучают, да, композицию, они изучают компьютерные программы. И, соответственно, вот на выходе, то есть по истечении вот этих двух месяцев, они уже выходят на какой-то вот этот вариант, да, возможного представления продукта. В целом готовилось, ну, недели две. До этого, скажем, да, шел вот этот обучающий процесс для того, чтобы можно было, ну, выйти на изготовление. В будущем студенты Института дизайна и пространственных искусств планируют организовать различные выставки на постоянной основе. По словам заведующей кафедры дизайна и национальных искусств, в планах реализовать все возможные варианты оформления этих стилей. В России растет новое поколение молодых брендов, которые меняют правила игры в модной индустрии. Они не боятся экспериментировать и искать свой уникальный стиль, привнося свежий взгляд на мир моды. Однако удержаться на пьедестале не так-то просто. Эксперт Казанского федерального университета рассказал, как молодым авторам и брендам развиваться. Молодые дизайнеры и предприниматели стремятся к инновации, используют новые технологии и материалы, создавая уникальные коллекции, которые завоевывают сердца покупателей не только в Казани, но и по всей России. Одной из основных особенностей маркетинга молодых брендов является как раз фокус на уникальности продукции и креативном подходе к ее продвижению. Молодые компании создают оригинальные товары и услуги, которые выделяют их среди конкурентов на рынке. Они ищут новые подходы и постоянно работают над улучшением своего продукта, чтобы привлечь больше клиентов. Каждый бренд проходит несколько стадий. На первой стадии им пользуются и среди его клиентов выступают инноваторы. Люди, для которых этот бренд новый. И они очень заинтересованы в той ценности, которую этот бренд несет. После чего бренд становится старше и в свою орбиту включает клиентов, которые являются ранними последовательными, ранним большинством. А потом он уже становится достаточно популярным, чтобы на него посмотрели очень широкие аудитории. Еще одной особенностью маркетинга является использование цифровых технологий и социальных медиа. Они активно применяются для привлечения внимания к бренду, взаимодействия с потребителями и увеличения узнаваемости компании. Молодые бренды активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, проводят креативные рекламные кампании, что позволяет им быть ближе к своей целевой аудитории. Самый главный этап, самая главная сложность нового бренда – это перейти пропасть между ситуацией, когда им пользуется лишь инноватор, особенно если это инновационный бренд, к более широкой аудитории. И именно здесь маркетинг может помочь. Именно здесь мы должны информировать и делать бренд удобным для использования для широкой аудитории. Потому что обычно молодые бренды, им не хватает такого прикладного удобства. Молодые бренды – это не просто модные марки, а целая философия жизни, в которой главными являются творчество, самовыражение и стремление к переменам. Они не просто следуют трендам, они создают их, вдохновляя всех вокруг. В виде успеха каждого из них, новички в области маркетинга и продвижения своих брендов стараются всеми силами повторить чужой путь. Однако, не зная базовых шагов по раскрутке, каждый из них рискует остаться в пучине неведения. Любой бренд, который хочет быть успешным, он должен учитывать четыре фактора. Первый фактор – его продукт должен быть качественным, без этого успех бизнеса не получится. Второе – это справедливая цена. Третье – это удобство дистрибьюции и место, где наш клиент может купить, приобрести товар или воспользоваться услугой. И четвертое – это промоушен, это информированность о бренде. Таким образом, универсальных способов стать владельцем популярного бренда не существует. Однако, базовые правила необходимо соблюдать. Каждый из пунктов способен привести даже самую неизвестную компанию к успеху, если их будет отличать уникальность и стремление владельцев к достижению цели. Влада Голубева, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский. Универ Новости. В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы-2024». Абсолютным победителем конкурса стала преподавательница и методист Института Каюма-Насыри Казанского федерального университета Альбина Валиева. Как призналась сама победительница, о существовании конкурса она даже не догадывалась. Представители Министерства образования и науки РТ посетили открытый урок в школе номер 1186 имени Муссы Джалиля города Москвы, где Альбина Валиева сейчас работает. Сотрудники Миноборнауки остались под впечатлением от подхода учителя к детям и преподаванию и пригласили к участию в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало 152 педагога со всей страны. Им предстояло провести открытый урок, мастер-класс, классный час, педагогическую мастерскую, а в финале ответить на вопросы министра образования и науки РТ или Сура Хадиулина, родителей, журналистов и учащихся. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова